Приветствую вас! И если мужчина делает подобные движения только с вами, и нигде больше подобная хореография, его двигательного поведения замечена не было, то можно говорить о том, что это проявление его определенного к вам отношения. То есть, мужчина, возможно, какое-то время, или часто, или, наверное, менее часто, реже, занимается активной мыслительной деятельностью в процессе взаимодействия с вами. То есть, он находится вроде бы как с вами, но при этом он активно о чем-то размышляет. Коллега указал достаточно много возможных причин подобного поведения, но все же, тем не менее, можно и нужно сказать, что, поскольку вы слишком узко даете ситуацию, то практически нет возможности, ну, наиболее точно определить причины, потому что их может быть действительно очень-очень много. можно сказать однозначно, что если вот мужчина сам по себе делает так вообще только-только-только с вами, и больше ни с кем и нигде, то, соответственно, у вас есть некоторые исключительные ситуации именно для него. И, возможно, так проявляется ваше значение для него, возможно, так проявляется важность ваша для него. Возможно, что-либо еще, мы этого, к сожалению, точно сказать вам не можем. Но одно, мы можем сказать совершенно точно, это то, что если мужчина делает так не только с вами, а еще и с другими людьми или в других ситуациях он поступает так, если, то есть, например, вот вы видите, допустим, что он, там, сидя с вами, да, допустим, или там где-то еще, значит, делает такие же неоторменные движения, то тогда можно говорить о том, что это уже его особенность, которая появилась, ну, в течение его жизни. И чтобы дать ответ, что это означает, нужно разбирать более подробно именно его жизнь. Без разбора, без анализа здесь, соответственно, не обойтись. Ну, а если только с вами, то, думаю, возможные варианты существенно совершаются, потому что, так или иначе, его действия связаны с вами. И добавить к тому варианту, который я уже озвучил, можно еще, на мой взгляд, один. Это вариант, связанный с тем, что для мужчины подобное проявление является, как бы это сказать, выражением интимности, выражением близости. Может быть, именно так. Соответственно, думаю, если вам это не неприятно, то вы вполне может этого даже не замечать. Но если вам это неприятно, или вдруг он несколько раз сделал вам больно, причем именно несколько раз, потому что единичный случай все-таки случайный, может быть, не повторится, а вот если он сделал это уже несколько раз, то об этом можно и нужно, конечно же, говорить. По-другому без, ну, по-другому, понятно, нельзя. Ну, то есть нельзя, это просто, просто, да, спускайся на тормозах. Ну, и, в принципе, на этом, наверное, можно закончить, потому что, если вы хотите более подробно рассмотреть, то вам нужно, соответственно, более подробно описать и ситуацию, в которой вы оказались, дать больше информации для анализа, тогда, в силу ее конкретизации, можно, соответственно, дать более узкие заключения относительно важного вопроса. На этом ничего, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Желаю вам всего доброго.